30 сентября 1941 года гитлеровцы отковали войска Брянского фронта. А уже 2 октября перешли в наступление на Вяземском направлении. А пока там, под Москвой, разгорались эти кровопролитные бои, здесь, на Волге, в Куйбышеве, и под Куйбышевым строилась целая сеть секретных бункеров, одним из которых стал Объект А. Ночь настает. На крыльях смерть неся, с глазами налитыми черной кровью. Стервятники взлетают в небеса, как оборотни рыщут над Москвою. Согласно генеральному плану немецкого командования, Москву предполагалось захватить уже за 2-3 месяца после начала войны. Однако этого не произошло. Советские войска оказывали героическое сопротивление. Одна только битва за Смоленск задержала немцев на 2 месяца. В результате к Москве немецкие войска подошли только к концу сентября, то есть на 4-й месяц после начала войны. Операция по захвату столицы СССР получила кодовое название «Тайфун». Согласно ей, гитлеровцы должны были охватить город с севера и с юга, окружить его и захватить. Для обороны Москвы в распоряжении Ставки имелись силы пяти фронтов, общей численностью более миллиона человек, около тысячи танков, 10 тысяч орудий и минометов и около 500 самолетов. Говорит Москва от Советского информбюро. Последний час. Наши войска вели ожесточенные оборонительные бои, сдерживая наступление ударных фланговых группировок противника и отражая его вспомогательные удары на Истринском, Звенегородском и Нарофоминском направлениях. Советским командованием был организован рубеж на Можайском направлении. Жителями города в спешном порядке ставились противотанковые ежи и рылись окопы. 20 октября в Москве было введено осадное положение. В эти дни здесь, недалеко от Куйбышева, под военным санаторием «Волга», днем и ночью сооружался секретный бункер. Десятки специалистов, сотни рабочих рук, которые принадлежали безымянным строителям, большинство из которых, может быть, так никогда и не узнает, отстаем ли мы Москву. Мы находимся на глубине 26,5 метров. Это центральная лестнично-лифтовая шахта, второй спуск. По официальной версии, которую мы знаем из письма Меркулова Берия Лаврентьевича Павловича, 1200 специалистов особостроен КВД было здесь задействовано. Вот за 4 месяца они объект построили. Как военный бункер, естественно, он никогда не использовался. Он готовился принять членов семьи Иосифа Виссарионовича Сталина, конкретно Светлану Аллилую, которая встретила 15-летие в городе Куйбышев, жила в купеческой даче наверху, ныне это спальный корпус. И там же находился Михаил Иванович Калинин. Они объект посещали. Это известно из мемуаров Светлана Аллилуйевой. Спускались сюда. Здесь они, естественно, не проживали, но и совещание, я так понимаю, не проводилось. Только уже после войны, когда объект стал заглубленным командным пунктом ПВО. Генеральный штаб, для которого и сооружался этот бункер под Куйбышевым, был создан еще в мае 1918 года как орган оперативного военного управления. В разное время его возглавляли Фрунзе, Каменев, Тухачевский, Шапшников. Не все из них дожили до начала Великой Отечественной войны. А некоторые ушли из жизни и не по своей воле. Но, как бы то ни было, в феврале 1941 года начальником генерального штаба был назначен Георгий Константинович Жуков. Жуков Георгий Константинович, советский полководец, маршал, четырежды герой Советского Союза, кавалер двух орденов Победа, множество других советских и иностранных орденов и медалей. В ходе Великой Отечественной войны занимал должности начальника генерального штаба, командующего фронтом, члена Ставки Верховного Главнокомандования, заместителя Верховного Главнокомандующего вооруженными силами СССР. В послевоенные годы получил народное прозвище «Маршал Победы». Назначенный на должность начальника генерального штаба 44-летний Жуков стал таким образом вторым после наркома обороны Тимошенко человеком в иерархии Красной Армии. Почему Сталин назначил именно его? По мнению самого Жукова, Сталин счел его способным осуществить план войны с Германией, принятый осенью 40-го года. Этот план основывался на мощном контрнаступлении с западной Украины на Южную Польшу. Кавалерист, командир мобильного соединения в Белоруссии, Жуков еще на Холхенголе в 1939 году проявил себя человеком смелым, решительным, энергичным, умеющим вести наступательные действия и применять в бою танки. Кроме того, в его пользу говорило знанием местности и войск Киевского особого военного округа, которым он командовал. Важную роль в назначении Жукова на новую должность сыграло то, как он действовал на январских играх в 1941 году. Сталин лично предложил занять ему должность начальника генерального штаба сразу после обсуждения итогов штабной игры, то есть 15 января 1941 года. Итак, 1 февраля 1941 года Георгий Константинович Жуков стал начальником генерального штаба Красной Армии. Был ли он рад этому назначению? Едва ли. Еще в 1930 году, аттестуя его, Рокоссовский писал, На преподавательскую и штабную работу назначен быть не может, так как органически ее ненавидит. Но рад он был или нет, значения не имело, Так как, разговаривая с ним, вождь был однозначен. Политбюро решило назначить вас. Строительство по официальной версии началось в самом начале войны, в 1941 году, летом, уже в августе. В начале августа, конец июля, начали все строить, готовить, готовить Куйбышев для запасной столицы, делать из него запасную столицу, поскольку Куйбышев у нас имеет очень выгодное расположение, естественное водное пригорода Волга. Если мы посмотрим на карту Советского Союза, он находится, Куйбышев, практически в центре Советского Союза, на пересечении водных путей Северного Юга и железнодорожных путей из Европы на Дальний Восток и в Азию. Комната отдыха, три ржавые кровати. Когда объект был заброшен, здесь стояла вода, они едва торчали на поверхности, зрелище было очень-очень атмосферным. Очень старые кровати, на сочленение, как видите, узора некоторые сохранились. Эта комната использовалась для отдыха, планировалась использоваться для отдыха, когда объект был как бункер, ну и когда уже здесь был заглубленный командный пункт, тоже солдаты могли в перерывы здесь передохнуть. На новой должности начальника генерального штаба Жуков пробудет совсем недолго, с февраля по июль 41-го года. Впереди у него, у Жукова будут оборона Москвы и Ленинграда, Сталинград и Курск. Но это будет потом, позже. А сейчас, в июне-июле 41-го, было отступление и оглушительные потери, на восстановление от которых уйдет не один день. В июле 1941 года Жукова освободили от этой тягостной для него должности и поставили перед ним другие задачи. Непонятно одно, почему этот бункер, сооружавшийся летом осенью 41-го, для генерального штаба Красной Армии, получил в таком случае его имя. Что-то здесь не сходится. Или строительство этого бункера началось гораздо раньше, чем летом 41-го. Или народная молва ошиблась, назвав этот бункер бункером Жукова, который не имел к нему никакого отношения. Впрочем, если бы это была единственная тайна, связанная с этим секретным подземным сооружением. Тайным же нефть числа. И это одна из многих. Тайн в бункере Жукова действительно очень много. Мы находимся в большом, в главном оперативном зале, который в военное время предназначался для решения различных задач, обсуждения их и для совещаний. Под потолком мы видим лепнину, которая скрывала вентиляцию, но сейчас и вентиляция, и лепнин уже наглядно доступны. Все открыто, все дефлекторы раньше скрывались. Также мы видим дугообразные остатки фальшоком для создания иллюзии нахождения на поверхности, чтобы человек чувствовал себя, как дома, мог спокойно работать. На полу тот самый наш старинный паркет. К сожалению, поскольку вода здесь стояла, она его не пощадила, но, как видите, местами остались еще небольшие участки. Делали тогда, естественно, все на совесть. И, как вы видите, фальш стенка не прилегает к несущей стене, держится на арматуре. Если какая-то влага собиралась под потолком, она стекала за фальш стенкой, и отделка не портилась. Ну и данное помещение одно из немногих, которое максимально сохранилось относительно всего объекта. Здесь, если немножко напрячь воображение, уже в голове можно реконструировать, как и что здесь было в те времена. К осени 1941 года этот бункер был в основном построен. А 15 октября 1941-го Государственный комитет обороны СССР принял решение об эвакуации Москвы. Уже на следующий день из города начали эвакуировать управление Генштаба, военных академий, наркоматов. Осуществлялось минирование мостов, электростанций и других учреждений. 16 октября Москву охватила паника, которая возникла из-за прорыва Можайской линии обороны и возможного появления передовых германских войск в столице. Паника продолжалась всего один или два дня, но была настолько сильной, что вошла в историю, как кратковременный московский позор. Сегодня некого спросить, что происходило в эти дни здесь, в этом секретном бункере возле Волжского берега. Кто ходил вот по этим самым коридорам и какие раздавались здесь команды? Ясно одно. Пока мы не узнаем всех тайн, вряд ли мы вправе говорить о том, что знаем все о той войне, которая унесла миллионы жизней наших дедов и прадедов. Это они строили этот бункер и обороняли Москву. И та победа, которую мы помним и которой гордимся, это в первую очередь их победа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова